книга открытым окол тема смерть том 27 вопрос 3933 если давид говорит что дней жизни человеческой 70 лет то почему в россии не доживают до этого врученного срока а вне христианской японии живут дольше сего срока отвечает игнатий тихонович хладкин если на плоской крыше не сделано ограждение то рано или поздно кто-то не звернется с нее когда отняли веру в бога потерян был смысл жизни вот и прячутся кто в горлышко бутылки лезет кто в петлю в японии знают что они живут только один раз и потому берегут здоровье свое и всей нации российские жемчужины вымирают этот факт необходимо осмыслить и понять почему это происходит зададим себе два традиционно русских вопросов так простите это цитата российские мужчины вымирают этот факт необходимо осмыслить и понять почему это происходит зададим себе два традиционно русских вопроса кто виноват и что делать население российской федерации стремительно вымирает за минувшее десятилетие количество живущих в россии сократилось на девять с половиной миллионов человек только за прошлый год россиян стало на 700 тысяч меньше запаса прошлый на 800 тысяч а по расчетам экспертов оон население российской федерации к 2000 на 50 десятому в 2050 году с нынешних 143 миллионов снизится до 100 миллионов человек еще в 2000 на первом году россия занимала 100 место по продолжительности жизни уже тогда безнадежно отставая от десятки самых развитых стран мира русские мужчины умирали на 15 19 лет раньше а женщины на 7 12 лет сейчас же если верить исследованиям мы скатились на почетное 122 место в мире где находясь где-то на одном уровне с такими странами как гаяна простите находясь где-то на одном уровне с такими странами как гаяна и северная корея столь плачевных показателей россия добилась в основном из-за чрезвычайно высокой мужской смертность смертности даже в бангладеш мы простите россия добилась в основном из-за чрезвычайно высокой мужской смертности даже в бангладеш мужчины живут дольше. По данным официальной статистики, средняя продолжительность жизни российского мужчины составляет 58,6 лет, в то время как у женщин данный показатель равен 73 годам. Примечательно, что еще в 1990 году средняя продолжительность жизни мужчин составляла 63,4 года. Таким образом, разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин в нашей стране превышает 14 лет, тогда как в странах близким нам по экономическому развитию этот показатель не превышает 4-7 лет. Неофициальные данные еще менее утешительные. Как заявил в одном из своих недавних выступлений академик Николай Герасименко, мужская смертность в России в 4 раза превышает женскую. 80% смертей в рабочих возрастах приходится на мужчин. В результате сокращения населения ежедневно Россия теряет две деревни, а в год небольшую область. Руководитель Центра демографии и экологии человека Анатолий Вишневский высказывается на этот счет более категорично. По его словам, сейчас уровень смертности в России сопоставим с уровнем начала 20 века в царской России, а потери здоровых мужчин, сходные с потерями СССР в годы Великой Отечественной войны. Причины вроде лежат на поверхности. Распад Советского Союза и как результат распад системы здравоохранения, закрытия предприятий, невыплата зарплат, инфляция и валютный кризис, которые уничтожили накопления. В итоге стресс, который ведет к заболеваниям и смерти. Но влияние стресса на смертность мало изучено, так что остается статистика. Самой частой причиной мужской смертности считаются сердечно-сосудистые заболевания. И уже потом сильным отставанием идут такие причины, как насильственная смерть, суицид. Количество самоубийц среди мужчин у нас в 6 раз выше, чем у женщин. Катастрофы и так далее. Но что скрывается под общим диагнозом болезней сердца? Здесь и чрезмерное употребление алкоголя, и курения, и наркомания, которые ведут к сердечным заболеваниям. Отметим, что с окончанием антиалкогольной борьбы и до настоящего времени потребление алкоголя растет, а средний возраст мужчин снижается. И все это происходит на фоне демографической катастрофы. Низкая рождаемость, 1,3 ребенка на одну женщину и высокое количество абортов. Только официальная статистика полтора миллиона нерожденных детей в год. Кто-то видит решение проблемы в улучшении экономической ситуации, которая должна привести к увеличению рождаемости и продолжительности жизни. Кто-то в миграции населения из соседних стран. Но пока с решением этих вопросов дела обстоят так же, неважно, как и с демографией. Экономика не растет, и уровень жизни существенно не повышается. А миграционный поток с начала 90-х падает. Хотя эксперты пророчат в долгосрочной перспективе массовую миграцию из Китая. Так как же спасать наше народонаселение, нашу страну? Прежде всего спасение в повышении рождаемости. С другой стороны, рождаемость нельзя повысить, если потребность семьи в детях останется на прежнем уровне. Русские семьи будут рожать только в том случае, если они осознают, что дети — это главная ценность семьи. Также необходимо обратить внимание на воспитание мальчиков, будущих отцов семейств. Воспитаем настоящих мужчин — будет крепкая семья. А привести к пониманию этого может православная вера, которая учит людей воспроизводить в своих семьях вековые духовно-нравственные традиции и через них любить семью и детей и тем самым вносить свой вклад в укрепление и развитие нашего Отечества. 18 апреля 2005 год. Псалом 106, 39-40. Уменьшились они и упали от угнетения, бедствия и скорби. Он изливает бесчестия на князей и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей. 1 царство 2, 5, 6. Господь умерщеляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. 2 параполиминон 15, 5, 6. В те времена не будет мира, ни выходящему, ни входящему, ибо великие волнения будут у всех жителей земель. Народ будет сражаться с народом и город за городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями. Псалом Давида на единоборство с Голиафом. Я меньше братьев был, о Боже, и всех в дому отца моложе, и пас отцовские стада, но руки отрока тогда псалтирь священную сложили, персты настроили ее, и имя присное твое на вещих струнах восхвалили. И кто о мне тебе вещал, ты сам услышаться изволил, и сам мне ангела послал, и сам отстад отцовский взял, и на голову молодую пролил, елей помазанья святой. Великие братья и красивые, но не угодны пред тобой. Когда ж Израиля на бой на племенник горделивый позвал, и я на злую речь пошел к врагу с топою верной, меня он проклял всею скверной, но я исторнул вражий меч, и исполина обезглавил, и имя Господа прославил. Л. А. Мей.